Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня видео о моих покупочках. Как вы знаете, я совсем недавно была в Москве, и, естественно, не смогла пройти мимо шмоток, мимо всего всякого интересного. В общем, немножечко купила себе, так как у меня был полный чемодан, я не могла себе много всего набрать, поэтому вот взяла такое необходимое всё, такой лёгкий гардеробчик обновила себе, походила так один день в Москве, потом там было холодно, и я на себя надевала вообще всё подряд. И прежде чем поделиться всеми-всеми ссылочками, я хотела поделиться с вами одной интересной находочкой. Я нашла такой очень интересный канал, называется он «Пиковая дама». В чём его прикол, в чём интерес, да, что на этом канале девушка, собственно, сама находит какие-то сайты, находит какие-то акции и многое другое, где можно бесплатно взять продукцию, то есть там халява, как бы, грубо говоря, да, она пользуется сама этим и снимает об этом видео, то есть все ссылки она оставляет на эти сайты, то есть она показывает, как она это делает, что ей приходит, разная продукция, продукты, вещи, гигиенические средства, журналы, в общем, многое другое на видео, вы всё у неё можете посмотреть. Я ссылочку оставлю внизу, кому это интересно. Мне, например, интересно даже просто смотреть, да, ну, а если что-то интересное будет, что она прям супер-пупер расскажет, да, то я обязательно ей тоже, может быть, попробую и закажу. Это очень удобно, если вы ещё не пользовались каким-то продуктом, да, и многие компании, они высылают тесты там или пробные какие-то. В общем, много интересного на её канале. Канал «Пиковая дама» внизу, ссылка, проходите, смотрите, кому интересно. А мы с вами продолжим. И теперь я расскажу о своих покупочках, что я купила в Москве. В Москве был очень жаркий день, и я вообще, ну, как бы, оделась. Вроде бы тепло, не тепло, не знаю, короче, одела самые необходимые вещи, потому что у меня был получен чемодан, мне нечего было, грубо говоря, одевать в Москве, поэтому я решила себя обновить. Ну, как вы знаете, я помешана на очках, я уже показывала свою коллекцию очков и очки, которые я приобрела в Москве. Это очки вот такие вот. Я их приобрела в магазине «Киэду». Кто не был там, обязательно зайдите. Вообще прикольный магазин, там на самом деле очень много интересной обуви, которая мне тоже приглянулась. Но я её в этот раз не стала брать. Возьму в следующий раз. И кожаная, и некожаная, и очень стильная, то есть в моём таком стиле интересном. И очки, которые я взяла... А, и, кстати, очень недорого, да? Ну, если, конечно, кожаная, там какая-то новая коллекция, конечно, стоит денежку, да? Ну, не такую большую, как могла бы стоить. Вот. И в охотном ряду тоже её купила. Вот такие вот очочки ещё. Кругленькие. Мне кажется, они мне очень идут. Ну, кто видел коллекцию, тот видел. В охотном ряду... На третьем этаже, по-моему. Вот такие вот у меня очочки. Дальше, там же в охотном ряду соблазнила меня девушка. Просто подошла, подошла, говорит, ой, у нас тут духи на масляной основе. В общем, очень много духов. У них очень много таких похожих ароматов с какими-то известными брендами, да? И она просто меня завлекла тем, что у них было на... Обшикано на листике, и они вот прям вот нюхали. Я прям вот так пошла-пошла и купила себе. В общем, на масляной основе. Те, кто знают вот эту фирму, D&P Parfume. Кто, может быть, сталкивался как-то, да, с такой вот... Неплохие запахи, держатся. В принципе, неплохо. Вот то, что я проходила, купила у них... Единственное, что у них нет упаковки. То есть вот если вот в таком вот, да, тюбике, то у них нет упаковки. То есть вот так вот красиво поставить. Купила еще также такую же водичку всем моим близким. Маме купила там дезодорант. Очень вкусно пахнет. Вот подружке купила вот такая большая... Ну, как бы упаковочка. Вот такая упаковочка есть. Но у них уже дизайн внутри вот такой. Свежий аромат. Я думаю, ей понравится. Здесь пшикалка такая. Ну, в общем, что ей больше понравится, то я ей отдам. Вот этот или этот. Это я взяла для себя, потому что он без упаковочки. Это взяла для подружки, потому что он с упаковочкой. Ну, и посмотрим, что больше понравится. Дальше продолжим. Что я купила себе из вещей? Из вещей я купила себе вот такие текстильные тапочки. Лакоста. Но единственное, что они текстильные. Классные, беленькие, да, супер-пупер. Мне все нравится. Текстиль, девочки. Кто знает, как ухаживать за текстилем, скажите мне. Я никогда не хотела покупать текстильную обувь. Потому что она, ну, очень быстро пачкается. И что мне их стирать? Я один день у них прошла. Просто ногу за ногу поставила, задела. У меня полоски. Они уже грязные, вот если вы видели. Ну, просто это невозможно. Как вообще носить такую обувь, которая за один день? Просто я же ее убью. В машинке постирала. В принципе, постиралась. Но опять я одела один день, и они в хлам уже. Вот каждый день их стирать. Или, может быть, есть какие-то приспособления, знаете, на пшикал, там, раз-раз как-то. Ну, вот расскажите, у кого есть текстильная обувь, потому что мне это очень важно и интересно. Поделитесь, вот чем. Я спрашивала в обувных магазинах, и они, как бы, ничего мне такого не смогли предложить интересного. Вот. Дальше я купила себе вот такую кофточку. Я очень люблю в Москве одеваться на дубровки. Я люблю торговые центры. То есть, ну, дубровка мне не нравится тем, что она такой вот прям рынок, рынок, да. Но там очень много вещей, которые мне нравятся. То есть, в моем стиле, в магазинах я не всегда это все могу найти. Поэтому пошла на дубровочку, естественно, и подбирала себе. В общем, купила себе на лето вот такую легкую штучку. Она такая длинная. Она длинная, и у нее, видите, впереди короче, сзади длиннее. В общем, я буду по-разному делать. Она очень легенькая и свободненькая. И я думаю, что она будет хорошо. И будет хорошо для девушек, которые только там начинают худеть. Поправился кто-то, да, может, еще не успел к лету. В общем, прикольная такая вещь. Ну, и вообще очень стильная, пожарочка такая. Цвет такой очень, мне кажется, не идет. Стильный такой, интересный. Также я купила на дубровке, да, если будем про дубровку говорить. У одних и тех же людей я постоянно покупаю там костюмчики. У меня есть уже несколько костюмов у них. Мне очень нравится. Вот такой вот костюмчик. Здесь у нас стразики. И такие, ну, то есть с коротеньким рукавом, да, и такие же брючки. И тоже на них, на них есть вот немножечко рисунка стразиков. Вот. Вот здесь, в начале. Не хочу распаковывать, потом лень будет запаковывать. Ну, в общем. Очень хороший костюмчик. Мне очень нравится. Он такой легкий и качество очень хорошее у этого. То есть есть разные костюмы с разным качеством. У этих ребят я беру, у них есть как и с дешевым таким, да, качеством. Но эти я беру подороже и качество получше. То есть то, что вот у меня есть красный костюм с крестом такой тоже. Я его уже, не знаю, три года, наверное, ношу. И ни в катышках, ничего нет. Это очень круто. А также на Дубровке я купила вот такую куртку. Кожаную купила куртку. Проверяли ее, поджигали мне там. Хотя, говорят, сейчас могут делать такие подделки, что это. И поджигать могут. Ну, не подделки, а в плане кожзам такой настолько прессованный, что можно поджигать его и он будет. Кстати, скажите, кто знает, как можно еще в домашних условиях проверить, кожа это или нет? Я проверю. Ну, в общем, вот такая кофточка. Сзади у нее тоже вот такие клепочки, что мне очень нравится. Голубенький цвет. Почему-то меня потянуло сейчас на голубой очень. И этот цвет мне очень нравится. И что касается вещей, ну, на Дубровке все, потому что я там уставала ходить. Я вообще-то два раза ездила. Один раз я поехала, там просто нечем дышать. Рынок этот. Я просто шла, короче, и выбежала оттуда. Скорее в Макдональдс, рядом в Макдональдс, есть мороженое. И успокоилась. В общем, зашла еще в торговый центр. Нужна была мне легенькая кофточка такая. Я вообще люблю вот такие кофточки. Тоже длинненькая она, то есть даже попу закрывает. Такая, как платьишко. Очень легенькая, тоже летняя. Вообще серые и бежевые цвета. Это мои. Однажды мне какой-то стилист сказал, что серый и бежевый цвет твой носи. С тех пор я отдаю. Это мои фавориты. Бежевый и серый цвет. И также купила себе вот такой вот микрофончик. Но я вообще искала какой-нибудь, может быть, муляж или еще что-нибудь, да, чтобы петь песни. Как вы знаете, я пою там разные ковры, да. Ну вот хотя бы красиво его поставить, вот так вот, ну что-нибудь интересное сделать. И, в общем, петь. В общем, купила себе вот такой микрофон в Москве. Давно его уже хотела купить. Вот, купила его. Уже не помню на каком сайте. Если нужно, я поищу. Вот и все. Вот и все мои покупочки из Москвы. С любовью. Если вам понравилось мое видео, что-то интересненькое, может быть, из вещей, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, пообщаемся. Пожалуйста, не игнорируйте мои просьбы по поводу текстиля, как ухаживать, как проверить кожу это или нет. Я жду ваших комментариев. С вами была Селена Свэй. Увидимся в следующем видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.